Анальный секс не обязательно должен быть болезненным. Главное, делать все аккуратно и с обратной связью от партнера. Так. И не занимайтесь сразу настоящим анальным сексом проникновения пениса в анус. Я не понял, что есть какой-то другой способ, что ли? Ё-моё. Мышцы сфинктера, они еще не готовы к такому опыту и могут рефлекторно сокращаться, из-за этого возникает боль. Можете подготовить анус, стимулируя его пальцами или девайсами в диаметре не более трех сантиметров. Так. Также используйте смазку, достаточно смазки, потому что, в отличие от вагинального отверстия, в анальном она отсутствует. Вот это вот скольжение при ее недостаточности не принесет никакого удовольствия в принимающей стороне. Так. И также разговаривайте с своим партнером, контролируйте процесс стимуляции, движения. Если вы используете секс-игрошки, да... Интересно, о чем разговаривать? Во время анального секса о политике или о природе или о завтрашней погоде? Ты, чаечка, нас просвети, пожалуйста. То можете в первый раз при первом анальном сексе просто стимулировать самостоятельно. Себе-то, манус. Себе, манус. И вовремя остановиться, если это будет необходимо. И главный совет, да, секс, и в том числе анальный секс, он должен быть добровольным, непринужденным. Понятно. То есть, если ваш партнер не готов к такому опыту, то не стоит настаивать, так как только можно этим испортить отношения. А, так вот. Мужчины, если вы понимаете, что уже можно входить, да, то делать нужно это, ну, аккуратно, потихоньку. А, так это все для мужчин? А, я думал, наоборот. Ладно. Если ваша девушка испытывает боль, то невероятным усилием боли, попытайтесь остановиться, подождать немного. Выходить, может, и не обязательно будет, потому что второй раз войти как-то, ну, навряд ли удастся. Не комит в пол. Боль, которую вот девочка испытывает, скорее всего, сигнализирует о том, что у нее сжат внутренний сфинктер. Да, их два. Один находится снаружи, а другой находится… Ребята, вы просто представьте, да, вот во время этого всего солнышка разорми, пожалуйста, свой второй сфинктер, боже. Меня просто порвало, я честно даже не знал, что есть два сфинктера, вот честно не знал. Один-два сантиметра от входа в анус. А отходов? Так как за него отвечает вегетативная нервная система, мы не можем контролировать его. Но это, в принципе, минус. Но в таком состоянии, да, сжатом, напряженном, он находится недолго. Это плюс. И такое препятствие будет преодолимо. Первый раз нужно двигаться медленно, ходить аккуратно, потихоньку. И вообще, если вы используете смазку с ледякаином, да, то при грубом ходе, движении, девочке не будет больно. Но зато болеть будет на утро. И очень сильно. Вот, в принципе, и всё. Ребята, всем здорова, Саныч, на связи. Честно, первый раз слышал, чтобы за анус отвечала вегетативная нервная система. Вот, блин, первый раз такое слышал, честное слово. Нашел на просторах интернета такой видос, решил вам показать. Просто, честно раз, третий раз пересматривал и усыкаюсь просто с этого. Нет, она очень много правильных вещей сказала, там, по поводу смазки, по поводу добровольности, там, ну, чтобы женщина этого хотела, там, и так далее, там, ну, чтобы, там, не грубо обходить, как бы, да, там, много. Но, блин, как она это всё расскажет, да, вот такие вот детали, да, второй сфинк, разожми второй сфинктер, да. Вот, за то, что за анус отвечает вегетативная нервная система, вот, честно говоря, ну, это ж просто ужас, ребята. Сразу видно, что чаечка бывалая, причем бывалая такая, что, как бы, ой-ой-ой, да, может курсы, в принципе, открывать, ребята. Пишите, пожалуйста, комментарии, понравилась ли вам такая, ребята, опытная чаечка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова